Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым окон. Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2574. Ваше Святейшество, Московский Патриархат крайне отрицательно относится к гуманитарной деятельности католических религиозных общин. Действительно ли московский патриархат полагает, что подобная деятельность лишь средство в осуществлении католического прозрительизма? Отвечает Патриарх Алексей II. Наше отношение к благотворной деятельности католических организаций в России зависит от того, каков ее подлинный, а не официально декларируемый характер. С одной стороны, у нас имеется множество примеров бескорыстной помощи католиков в нашей Церкви, возрождающиеся после долгих лет гонений. А с другой стороны, мы видим многочисленные случаи, когда под видом благотворительности ведется откровенно миссионерская работа среди наиболее обездоленных и социально незащищенных слоев россиян. Особенно возмущает подобная деятельность католических благотворителей в отношении бездомных детей и сирот, которые, однако, в большинстве своем были крещены в православии. Не лучше ли было бы сделать заботу об этих детях предметом взаимодействия, сотрудничества между нашими церквами, нежели и из подваль обращать их в католичество? Именно этот призыв содержится в документах, представленных Русской Православной Церковью к католической стороне. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Я не католик, и курс наш не прокатолический, но католики в данном случае ничем и нигде не нарушили Евангелие. А их учения не столь уж сильно отличаются от, так сказать, кухни православной. У православных каждый поп-папа, а там один. В остальном все одинаковое. Как говорил Семен Еродивый, что в женской бане, что в мужской холодная и горячая вода одинаковая. Русские довели себя до такой степени нищеты, что руки так и протянуты ко всему миру. Подайте макарон, хотя бы как в тюрьме наеста досыта. Кому католические кормильцы тут пожелают проповедовать? На это нет запрета от Бога Яковы. Нужно было думать о своих согражданах раньше, а не просто считать их своими за то, что в бессознательном детском возрасте кому-то макушку головы помочили. Это ничьи люди. И никого католики никуда не перетянули. Они взяли брошенное, ничейное. Вот такая же канитель с сиротами и уродцами, которых задумали иностранцы усыновить. И сделают им операции. И они живут нормально. Но чтобы получить этот брошенный класс, сколько нужно заплатить, сколько помытариться по органам власти. У патриарха синдром бесплодной рахилии. И завидует, и злится. А зря. Надо быть самому плодоносным. Семя сеять. А утробу в России безразмерно пока еще может плодоносить. Не надо заграждать крови чрева и лона. Бытие 30 глава 1 стих. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Якову. Дай мне детей. А если не так, я умираю. Конец цитаты. Этот гнев от зависти, а это признак ущербности, низости. Псалом 105, 16 стих. И позавидовали в стане Моисея Аарону, святому Господню. Конец цитаты. Пусть уж будут католиками, чем беспризорными наркоманами и пьянчушками православными. Палом 10, 16 стих. Палом 10, 16 стих. Прик 않은 Палом 11. Паме 215. Халит. Палом 10, 17 стих. 10, 13 стих. tid Bushраж. Инститивно-тladı. Палом 8,36н. Alejта, compactя, крупI thriving, российская бачнушка,